Это поразительно, что в наше технократическое время, когда человек может заглянуть не на какой-то тончайший слой, а на мир в целом с определенной перспективы и имея в руках все возможные знания, многие все еще находятся в плену тысячелетнего идеологического влияния детерминизма. Каких-то странных идей о принципиальной управляемости мира кем бы то ни было, будь то божественный дух или небольшая группа людей. Все такие идеи объединены красивой оболочкой строгой иерархии подчинения, вертикалью власти, вершина которой имеет безграничное знание, управляет всем и берет на себя всю ответственность за все поступки. Вообще это нормально, так уж устроена наша психика, что интуитивно нам кажется, что все процессы управляются. Пока мы ничего не знаем о мире, нам кажется, что всем управляет божественная сущность. По мере того, как человечество все больше влияет на окружающие процессы, мы начинаем перекладывать ответственность за все происходящее на группы людей. Сначала на элиту, на правителей, а потом на тайных правителей. Но неинтуитивное, а научное знание показывает, что в мире отсутствует центральный орган управления. Он развивается сам по себе через взаимодействие своих элементов. Когда-то считалось, что весь мир вращается вокруг Земли. Ну, ясно, что человеку совершенно естественно смотреть на мир из своих глаз и отчитывать все от себя. Ведь даже первейшие системы мер использовали для измерения человеческие конечности. Палец, ладонь, локоть, шаг, день пути. И сложно понять, зачем смотреть на Землю со стороны. Однако сегодня сложно недооценить важность такой точки зрения. Несмотря на то, что мы значительно продвинуться в альтернативных взглядах, но еще и теперь человеку сложно сдвинуть врожденный антропоцентризм, сложно честно и непредвзято взглянуть на себя со стороны, преодолеть свой эгоизм и увидеть организационный процесс Вселенной. Впрочем, это не всегда было так. Еще в Древней Греции странный философ-революционер Эмпидокл, о котором известно только несколько странных героических историй, в противоположность идеям детерминизма развивал учения о четырех стихиях – земле, воде, воздухе и огне, которые постоянно организуют мировой процесс. По его мнению, стихии неизменны и вечны, но сами по себе инертны и безжизненны. Мировая жизнь же обусловлена двумя борющимися во Вселенной силами – любовью и ненавистью. Первая вызывает сближение, смешение элементов, вторая – их разъединение, рассеяние в пространстве. Любовь и ненависть понимаются при этом как чистые тенденции, но в современном языке философии можно было бы точнее передать мыслям Эмпидокл, назвав их притяжением и отталкиванием. Когда над стихиями всецело и нераздельно господствует любовь, то тогда нет никакой жизни. Все смешивается и сливается в одну сплошную массу, в плотный шар, в черную дыру. Когда полная победа достигает ненависть, то вся масса рассеивается в бесконечности. Промежуточные фазы между двумя этими крайностями образуют весь наш мировой процесс. В качестве элементов в этой системе предполагаются некоторые элементарные неделимые атомы. И любовь и ненависть действуют совершенно спонтанно, то есть стихийно. В образовании форм нет никакого заранее продуманного плана, а наоборот возникают самые разнообразные сочетания изначальных атомов. Но большинство таких соединений нестабильны, негармоничны и сразу же распадаются. И наоборот, сохраняются только гармоничные формы. Например, в этом бесконечном процессе могут совершенно случайно образовываться человеческие органы в пустоте, без подходящего тела или не в самых удачных для жизнеспособности комбинациях. Конечно, такие неустойчивые соединения обречены на мгновенное распадение. Эмпидокл приводит такой пример. Было время, когда головы летали в пространстве без шеи, руки без плеч, а глаза без глазниц, в которые они могли бы быть вставлены. Его учение было обречено на два тысячелетия забвения, просто потому, что такой подход не вписывался в привычные детерминистские представления о жизни. Однако через две тысячи лет в XVIII веке стали намечаться верные аргументы в пользу Эмпидокла. К этому времени уже были практически доказаны факты вымирания огромного числа видов животных, которые встречались только в виде окаменелостей или остатков костей в горных породах. Жан-Батист Ламарк, французский биолог, придумавший термин «Биология», выдвигает в своей книге «Философия зоологии» эволюционную теорию о наследовании тенденций, которые способствуют жизни организма. К примеру, он приводит жирафов, длинные шеи которых являются следствием того, что первобытным прежирафам приходилось вытягивать голову, чтобы достать до пальмовых листьев, располагавшихся достаточно высоко. Кстати говоря, в то время европейцы увидели жирафа впервые, и, видимо, это спровоцировало какой-то новый взгляд. Таким образом, тенденция накопилась и как бы подстроила жирафа под окружающую среду, органично дополнила его до природной формы. В XX веке в прирожденном виде эта теория накопления положительных признаков получила свое развитие в трудах советского биолога-эзотерика Трофима Лысенко, воинственно установившего запрет на генетику в 40-е годы и благополучно закопавшего тысячи тонн картошки в вечной мерзлоте тундры. Ламарк сдвинул с мёртвой точки колоссальную область знаний, предложив теорию наследования признаков. Таким образом, эволюция, развитие, происходит через постоянную передачу наследственных признаков. В этом случае жизнь не является процесс, а не организм сам по себе. Он лишь побочный продукт эволюции, промежуточное звено для проверки состоятельности генетического кода, одна секунда материи. Но биологическая эволюция – это медленный процесс, и Ламарку сложно было пойти дальше, не наблюдая его на практике. Но в это время с установлением капиталистических отношений в Европе стали бурно развиваться производства и торговля, а с ними обострилась и конкуренция. И именно изучение законов развития экономики, которые постоянно происходят на наших глазах, дало толчок к развитию теории эволюции. Невероятной для того времени была теория политической экономии, изложенная в книге «Богатство народов». Именно она является прародительницей современной экономики как науки, но что важнее, она же является исходной точкой теории эволюции. Автором книги является Адам Смит, философ по образованию, один из видных деятелей шотландского просвещения. До Адама Смита доминировала теория меркантилизма, делавшая упор на централизованное государственное управление экономикой. Адам Смит же представил рынок с неожиданной позицией взаимодействия равноправных элементов, которые не требуют центрального управления. Одной из основных концепций «Богатства народов» является новый правильный экономический принцип «ЛСФР», который близок к тому, что сегодня называется ультракапитализмом или крайним либерализмом. Он утверждает, что экономика может саморегулироваться, а государству нужно только обеспечить базовые общественные механизмы, регулировать то, что не может сделать индивидуум – права, свободы, собственность, безопасность, суд, деньги и т.д. Но ни в коем случае не вмешиваться в экономику. Теория утверждает, что мелкие и крупные предприниматели, преследуя свои корыстные эгоистические цели, вполне естественные нужно признать, при определенных условиях за счет конкуренции в итоге сделают жизнь лучше. Такой подход получил название «невидимая рука рынка». Позднее, в XIX веке, ряд немецких философов модернизировали теорию, обобщив выводы Смита и представив совершенно новый подход к тому, чем является политика, политическое устройство, в их теории, лишь следствие существующей экономической системы. Однако важнейшим для нашей сегодняшней истории выводом были сами понятия свободного рынка и рыночной конкуренции, которые неожиданно показали, что внутри таких разных систем, как природа и экономика, почему-то действуют очень схожие процессы. Конкуренция в экономике возникает при заполнении рынка, в биологии – при заполнении биологической ниши, когда количество пищи перестает соответствовать разросшейся популяции. Интересное исследование на эту тему произвел английский ученый Томас Мальтус, который выпустил актуальную даже сегодня книгу «Опыт о законе народонаселения». В ней утверждается, что человечество не может вечно благоденствовать. Рост населения происходит экспоненциально, а рост средств существования – линейно. В его терминологии – в геометрической и арифметической прогрессии. Таким образом, получается, что мир очень скоро должен достичь своего потолка, при котором народонаселение будет превышать количество возобновляемых ресурсов. В этот момент должен наступить кризис, и население должно достаточно сильно сократиться. Он также отмечает, что голод, болезни и войны являются естественными регуляторами, потому что происходит от одного начала – нехватки ресурсов, спровоцированной давлением народонаселения на окружающую среду – биосистему. Таким образом, Мальтус показал не вполне очевидную на тот момент вещь, что у любого роста есть предел. Пока система растет, в ней действуют обычные линейные законы, например, законы рождаемости. Но достигая некоторых естественных границ, система совершает фазовый переход, меняет свое качество. Так же, как вода, изменив температуру на 1 градус, внезапно из жидкости становится твердой, так же и законы регуляции численности населения меняются при приближении к потолку ресурсов. Несмотря на то, что книга в первой редакции была написана в 1798 году, у него уже прослеживается демографический переход – снижение рождаемости в развитых странах. Итак, Эмпидокл утверждал, что все состоит из произвольных комбинаций некоторых изначальных атомов, но лишь некоторые устойчивые комбинации выживают. Ламарк обратил внимание на то, что живые организмы умирают потому, что они могут развиваться, только передавая некоторую исправленную информацию своему потомству, которая затем как бы проверяет, насколько такая модель подходит к внешней среде. Адам Смит показал, что именно конкуренция провоцирует смерть одних и выживание других и стимулирует развитие в экономике в точности так же, как это позднее утверждал Дарвин для биологических видов в происхождении видов. Мальтус показал, что в полной мере конкуренция начинает играть роль только тогда, когда популяция приближается к размеру ареала обитания и когда начинается борьба за общий конечный ресурс, что в общем справедливо как для экономики, так и для всех остальных систем. Эти примеры показывают, что мир не управляется каким-то сверхсуществом или тайным правителем, а представляет собой результат взаимодействия отдельных элементов. Как нельзя пытаться рассматривать человека, исследуя одну клетку, так и нельзя рассматривать элементы, составляющие наш мир без их взаимодействия. Оказывается так же, что часто именно взаимное воздействие и формирует многие наблюдаемые нами явления, многие процессы, которые мы порой приписываем магическим силам. Так как разные системы, биологические, экономические, социальные и другие, содержат в себе одни и те же законы, которые мы только что попытались обобщить, то таким образом получается, что сами элементы системы и их свойства не имеют в этом случае никакого особого значения. Системы находятся над ними, используя их в качестве как бы материала для своей жизни. В случае с биологической системой, жизнью является направленная, неотвратимая и независимая от нас изменение гинокода. В случае с человеком и социальной сферой, которой нет у животных и в которой мы все живем, развитие и становление социума, общество в целом, накопление знаний и опыта внутри него. Научиться смотреть глобально – это так же, как понять, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца.